Всем привет! Сегодня будем мыть окна самодельными очистителями для окон. Способы простые, но эффективные. После такого мытья стекла на окнах получаются кристально чистые и без каких-либо разводов. Первый способ. Берем 1 литр воды, на 1 литр воды добавляем 3 капли шампуня, опускаем губку в воду и начинаем создавать пену, сжимая и разжимая губку в воде. Когда пена появилась, наносим ее на губку и с помощью пены моем стекло. С одной стороны и с другой стороны. Максим пришел мыть окно с умным лицом. Моем пенкой. Мы сейчас показываем принцип имена, как помыть стекла быстренько, потому что времени мало. Надо кормить деток эти сейчас. После того, как помыли окно, необходимо взять сухую тряпочку и вытереть ею насыхо. Отлично, если у вас есть тряпочка из микрофибры. Для таких целей она идеальна. Сейчас у нас на улице пасмурно. Вот видите, простой способ. Способ номер два. Для мытья окон будем готовить самодельный очиститель окон. Берем один стакан 250 мл столового 9% уксуса и вливаем в емкость. Он отлично справляется с различными загрязнениями на стеклах и с разводами. Сюда же добавляем один стакан 250 мл медицинского этилового спирта. Все перемешиваем и вливаем 3 капли жидкости для мытья посуды, не более. В противном случае вы рискуете получить слишком большое количество пены, которую будет трудно вдалить с окон. Да и вероятность, что останутся разводы из-за большого количества мыла увеличивается. Опять все перемешиваем. Раствор переливаем в поливеризатор. Даем средству настояться 30 минут, чтобы средство для посуды хорошо разошлось в растворе. Вместо медицинского этилового спирта можно использовать водку, самогон или любой другой крепкий алкоголь. Но учтите, чем меньше крепость имеет напиток, тем больше его понадобится. Например, вместо одного стакана спирта можно взять 1,5 стакана самогона или 2 стакана водки. Но в этиловом спирте в составе больше этанола, значит процесс испарения будет быстрым. Как моем? Опрыскиваем стекло раствором, притираем тряпочкой или в идеале салфеткой из микрофибры. Так грязь размягчится и удалятся трудновыводимые пятна. Повторно распыляем моющее средство на стекло, не жалея. После чего прижимаем резиновую полоску к стеклу и плавными движениями опускаем ее вниз. Протираем край скребка сухой тканью перед тем, как продолжить процедуру чистки. Так мы убираем грязь. Что касается углов, то там часто остаются капли. Приложите к ним кусочек сухой тряпочки, после чего резким движением протрите поверхность. После всех этих процедур споласкивать водой ничего не надо. Иначе наоборот. Во-первых, могут на стекле появиться разводы. Во-вторых, чистая вода удалит антибактериальный слой спирта. И на окне вновь начнут скапливаться бактерии. Какие-то пятна. Это потому, что тут было приклеено липучки, на которых стекла держались. О, какое ветрища. Они же везли на липучках. Вот, поэтому нам еще надо отмывать посидимые все это. Так можно открыть наше окошко. Способ номер три. Сначала надо смыть грязь со стекол и рам мыльным раствором от уличной пыли и грязи. Особенно это актуально, если вы моете окна после зимы и живете около дороги. Так как тогда окна намного грязнее. Если окна у вас не очень грязные, то этап мытья с мыльной водой можно пропустить. Итак, например, можно взять 1 литр воды и добавить в него 1-2 капли моющего средства для посуды, ферри или другого. Все перемешать. Смочить в мыльном растворе тряпочку и сделать предварительное мытье стекол окна. Мы в том году заказывали окна. Уже была зима на носу. И хотим потом еще показать, как снимать такие этикетки с окон. Ну, вообще любые этикетки. Лейфхак. Даже парочку. Поэтому сейчас специально не снимаем. Потом покажем вам в отдельном видео. Затем все протираем сухой тряпкой. После этого стекла необходимо бина смыть чистой водой. Вытереть насухо. А потом уже можно натирать стекла чем вам угодно. С нашатырем или, например, крахмалом или другим способом. На 1 литр воды следует добавить столовую ложку крахмала. Либо протереть окна, разрезанные сырой картошкой. Есть и такой способ. Ну, а мы будем делать следующее. Берем емкость и в нее вливаем 1 литр теплой воды. В воду добавляем 1 чайную ложку нашатырного спирта. Аммиак. Все перемешиваем и этим раствором моем окна. При работе с нашатырем обязательно открывайте форточки. И обязательно одеваем резиновые перчатки. Полос от разводов благодаря такой процедуре не будет. А запах сразу выветривается. После мытья вытираем сухую ложку. Сухой тряпкой. Никаких разводов. Кстати, стеклянную посуду без всяких золотых рисунков узоров тоже можно так мыть. Способ номер 4. Необходимо развести марганцовку в воде таблетно-розового цвета. Берем емкость, наполняем водой, добавляем марганцовку, чтобы вода обрела светло-розовый цвет. На 1 литр воды у нас ушло совсем немного марганцовки. Все тщательно перемешиваем, чтобы порошок полностью растворился. Раствор должен получиться слабый, бледно-розового цвета. Раствор калипермагната при наружном применении крашивает кожу в коричневый цвет. При применении высокой концентрации возможно раздражение кожи. Далее необходимо намочить тряпочку в этом растворе, отжать немного и ею мыть окна. В процессе, после мытья, можно убрать излишки воды с помощью стеклоочистителя, окномойки. Вот смотрите, насколько уже чище стало стекло. Далее берем сухую тряпочку и ею опять все притираем. Стекла будут без разводов. Вот так все чистенько отмылось. У нас начинается дождь, небольшие вот крапинки появляются. Мы успели все помыть. Такое ощущение, что стекла вообще нет. На улице вот небольшой дождик начинается, поэтому такие точечки. Еще несколько советов. Для завершения уборки вместо тряпочки из микрофибры можно использовать старые капроновые колготки, а также стеклоочиститель. Мыть окно нужно сверху вниз, чтобы не размазывать грязь по чистым стеклам. Друзья, пишите, какими способами пользуетесь вы и какой способ вам понравился больше всего. Мы результатом довольны. Способы разные, но эффективные. Окна все чистые и без разводов. Как раз успели до дождика снять это видео для вас. Дорогие друзья, сегодня чистый четверг. Мы постарались показать вам 4 хороших способа, как можно помыть окна. Надеемся, способы вам понравились. Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok